Напоминать о том, что к покупке чего бы то ни было нужно подходить осознанно, а решившись на нее необходимо сохранить чек мы не будем. А просто расскажем, что и при каких обстоятельствах можно вернуть или обменять. Одежду и обувь можно отнести обратно в магазин в течение двух недель, даже если размер и фасон ваши, а покупку просто раскритиковали домашние. Об этом не нужно рассказывать продавцу, но необходимо предъявить чек, коробку и все бирки. Убедившись, что вещь вы не надевали, он обязан вернуть деньги. Закон о защите прав потребителей, такие вывески, они являются незаконными, потому что товар обмену и возврату подлежит в течение 14 дней при наличии чеха и товар должен быть надлежащего качества. То есть, что это означает? Он должен быть неношенный, целый, целый, в таком случае не имеют права отказывать в возврате товара. С бытовой техникой все одновременно проще и сложнее. Как рассказал нам продавец-консультант магазина «Эксперт», на разную бытовую технику распространяется разный гарантийный срок. Как выяснилось, надежнее всего гарантия действует при покупке крупной бытовой техники, такой как телевизоры, холодильники и стиральные машины. Мы даем 7 дней от магазина и год от сервисного центра, то есть официального. Какая-то проблема возникает, вдруг у вас, вы пронесете его к нам. Мы ничего не смотрим, отправляем в Краснодар, в сервисный центр официальный. Он там может находиться 45 дней рабочих. Это по закону Российской Федерации, мы на это никак не можем повлиять. Они будут анализировать проблему, если будет вина ваша, соответственно будет за ваш счет. Причина заводская бесплатна. Но есть определенные моменты, которые нужно делать обязательно. Сохранить всю комплектацию, то есть все обязательно, то, что внутренности все сохранять. Есть гарантийный чек, который вы тоже должны сохранить. Как рассказывает Владимир, не все поломки относятся к гарантийным. И что обиднее всего, смерть бытовой техники из-за скачков напряжения считается виной хозяина. Чинить бесплатно и возвращать деньги за товар, поврежденный электричеством, не станет ни продавец, ни производитель. В случае с перепадом света, если сгорел телевизор, в гарантийный случай это не входит. То есть это будет ваша вина, придется вам делать, за ваш счет будет делаться. По словам консультанта, бывают случаи, когда покупатели пытаются выдать огрехи эксплуатации за заводской брак. Но, как говорит Владимир, экспертизу не обманешь. Бывали ситуации, когда говорили, что просто испортился, а в итоге происходило то, что неправильная эксплуатация происходила. То есть они выделяли какой-то тряпкой, шла полоса. То есть сейчас они принесут, мы не сможем понять, кто это, мы не мастера. То есть они говорили, что это как бы заводской брак. Потом мы привозили, оказывалось, что экспертизу никак не обмануть. На мелкую бытовую технику в большинстве абхазских магазинов действует гарантия неделя. Фен, утюг или миксер нужно максимально загрузить в первые дни после покупки, чтобы убедиться, что нет заводских дефектов. И техника способна выдержать все возложенные на нее обязанности. Мы даем всем мне на проверку только. То есть такие маленькие товары, на самом деле они обладают хорошую функциональность. То есть когда проблема, то есть человек будет пользоваться, он сразу обратит внимание на то, что если как-то это плохо работает. Продукты питания тоже можно возвращать. Если истек срок годности, а в магазине вы этого не увидели. Если в пачке с конфетами тараканы или другие животные. Если содержимое упаковки не совпадает с описанием на упаковке. То есть в любом случае, если покупатель сталкивается с несоответствием ожидаемого и реальности. В такой ситуации продавец должен или поменять на аналогичный товар, вернуть деньги, или же уценить этот товар, если, допустим, он дальше собирается употреблять его. Иногда покупателю кажется, что товар плохой, а продавец уверен, что товар хороший. В этом случае спор разрешит исследование в лаборатории госстандарта. Тот, кто оказался неправ, будет платить за анализ. То есть бывает так, что покупателям кажется, что товар имеет какой-то посторонний запах. Не тот внешний вид. То в такой ситуации обязательно мы ничего не сможем доказать ни продавец, ни администратор данного магазина. В такой ситуации нужно обязательно сделать лабораторные пробы такого же товара. И если товар окажется качественным, то и сдержки в лаборатории должны оплачивать сами покупатели. Но в любом случае, чтобы предъявить претензии магазину, нужно иметь улики или свидетелей. То есть чек и подружку, которая была в магазине в момент покупки. Если нет ни того, ни другого, то можно потребовать посмотреть записи с камер наблюдения, которые сегодня есть почти во всех торговых точках. Покупатель может доказать, если с ним есть какой-то свидетель. Иногда он покупает товар вместе с подругой или с соседкой. Или же продавец может доказать, запомнить такого покупателя и доказать, что этот товар был продукт проведен в этом магазине. Оказывается, лекарства тоже можно вернуть. Но только в том случае, если они некачественные, просроченные, в них нет инструкции, защитная мембрана повреждена. Или описанные двояко-выпуклые желтого цвета пилюли оказываются красно-коричневым порошком. К примеру. Получается, что продавец не всегда прав, когда указывает в своем магазине, что товар обмену и возврату не подлежит. Покупатель имеет возможность вернуть и обменять товар при определенных обстоятельствах. Ведь клиент всегда прав. За исключением тех случаев, когда он не прав. Мария Анна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова